В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В преддверии дня защитника Отечества для семи участников специальной военной операции прошла благотворительная акция. Самая важная здесь мысль, что ты не забыть, не одинок. Очередная встреча руководителя учреждения здравоохранения Ленинского городского округа с местными жителями прошла в историко-культурном центре. У нас строятся две большие полиплиники в жилом комплексе пригород Лесной и в деревне Сопроново близи города Видное. Во дворце спорта Видное состоялись межрегиональные соревнования по спортивным мажореткам и баттон-твирлингу. В преддверии дня защитника Отечества для семей участников специальной военной операции прошла благотворительная акция. Дети приготовили для своих пап печенье и оформили праздничные открытки. Получать подарки всегда приятно, особенно если их сделали дети. Солдаты с большой теплотой относятся к таким сувенирам, признается Анатолий Котков. Участник специальной военной операции после ранения проходит лечение на родине. И вместе со своими детьми, 10-летней Софьей и 8-летним Георгием, посещают многие благотворительные акции. Самая важная здесь мысль, что ты не забыт, не одинок, что сидя в окопах особых условий, скажем так, благоприятных для проживания нет. И, конечно, это тепло, вот эта забота, тем более сделана детскими руками, она, конечно, важна. Там крайне важно, что там говорить, да, очень важно. Я желаю, чтобы папа, ну, чтобы папа поскорее встал на ноги, чтобы ему не помогали костыри, чтобы он хотя бы, чтобы он почаще к нам приезжал, потому что он дольше у себя там, в этом санитарии. Мероприятие для детей военнослужащих было организовано по инициативе руководителя комитета по развитию и поддержке семейного предпринимательства Марины и Сергея Коняхиных, одного из направлений – торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Всегда участвуем и в неделе благотворительности мы приглашаем детей-инвалидов нашего Ленинского городского округа. Но сейчас, я считаю, что это наш гражданский долг. Мы организовали в преддверии такого замечательного праздника, как «Защитника Отечества». Я считаю, что те бойцы, которые сейчас защищают нашу Родину, им нужно максимально выделять внимание. Поддержали проведение акции представители областного комитета по развитию семейного предпринимательства и организация «Союз семей военнослужащих России». Это благотворительная акция. Она направлена именно на патриотическое воспитание детей, отцы которых на СВО. Мы очень рады, что здесь пришло достаточно много людей. Надеемся, что наши подарки понравятся нашим воинам. Это очень важно. Очень хорошо, что они приобщают к этому детей, молодое поколение, чтобы они помогали, понимали, для чего они это делают. Сегодняшняя акция – это вообще очень замечательно. После творческой части программы по оформлению открыток к 23 февраля ребята отправились на кулинарный мастер-класс. Дети с удовольствием вырезали фигурки из песочного теста при помощи формочек. И с нетерпением ждали, когда их кондитерские шедевры будут готовы. Я желаю здоровья всем солдатам, чтобы когда они вернулись, они себя хорошо чувствовали и радовались своими детьми. Печенье и праздничные открытки вместе с продуктовыми наборами и всем необходимым будут отправлены в зону боевых действий. В рамках очередного гуманитарного конвоя от Союза семей военнослужащих России. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре состоялась встреча руководителя учреждения здравоохранения Ленинского городского округа с местными жителями и с представителями общественных организаций. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. У людей всегда много вопросов, которые касаются здравоохранения. Для того, чтобы они смогли получить ответ, в историко-культурном центре организовали встречу населения с руководителями медицинских учреждений муниципалитета. У меня проблема была с госпитализацией бабушки, отношения к пожилому человеку при поступлении. Сейчас обещали решить. Кроме того, медики рассказали, где на территории Ленинского округа открылись новые корпуса поликлиник и больниц. У нас открылся филиал женской консультации в пригороде Лесное. Благодаря усилиям нашей администрации было предоставлено нежилое помещение, где мы сделали ремонт, где мы поставили оборудование и с большим удовольствием принимаем жительниц пригорода Лесного. У нас строятся две большие поликлиники в жилом комплексе пригород Лесное и в деревне Сопроново, вблизи города Видное. Это крупные поликлиники в пригороде Лесном. Это самая крупная по мощности поликлиника в Московской области. Сдача буквально через год. Вопросы по специалистам, по кадровым моментам. Мы привлекаем сотрудников, в том числе и благодаря мерам социальной поддержки работников здравоохранения. Руководители медучреждений напомнили о том, что продолжается диспансеризация взрослого населения. Теперь жители могут записаться на нее самостоятельно. На этом собрании не только обсуждают самые актуальные вопросы здравоохранения, но и помогают их решить. Люди приходят, удовлетворенные решением своих проблем, и еще и еще раз. И приводят своих знакомых, соседей, друзей на эти встречи. Такие встречи населения с медиками проводят каждый последний четверг месяца в историко-культурном центре. Приглашаются все желающие. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает о важности вакцинации домашних животных от бешенства. Процедура бесплатная и безопасна для всех питомцев. Иммунизация является единственной действующей мерой профилактики смертельного заболевания. Вакцинируя питомца от бешенства, вы также защищаете жизнь и здоровье своей семьи. Врачи используют отечественный препарат, который есть в наличии в каждой государственной ветеринарной клинике Подмосковья. Прививать питомца необходимо не менее раза в год. Записаться на прием к ветеринару можно через региональный портал госуслуг. Во дворце Спортовидное прошли межрегиональные соревнования по спортивным мажореткам и батентвирлингу 40-40. Участники продемонстрировали динамичные номера с жезлами и танцами с акробатическими элементами. Мажорет – это танцевально-спортивный жанр, в котором сочетаются хореография, акробатика и владение предметами – помпонами, флагами и жезлом. В близком к нему направлении батентвирлинг спортсменам необходимо осуществлять вращение специальной тростью в сочетании с выполнением гимнастических элементов. В межрегиональных соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из пяти регионов страны. Членам жюри и зрителям были продемонстрированы сольные, парные и командные номера с составом до 20 человек. В динамичном акробатическом виде спорта не важен возраст. Заниматься им могут все желающие. Главная работа в команде и поддержка тренера. Юная мажоретка, пятилетняя София, начала заниматься в конце декабря, но благодаря совместной работе с педагогом уже смогла выйти на соревнования. Для нас это успех, что она сама все сделала, ничего не забыла, все броски поймала, то есть задачу минимум выполнила. Спорт для всех. Вот ребенок пришел два месяца и уже выступает. Ева Начкебия занимается мажоретом с четырех лет. Мама не жалеет, что отдала дочь в спорт. Она отмечает, что помимо ловкости и гибкости у Евы улучшилась успеваемость. Неудивительно, так как в этом направлении тренируется тело, а также развивается концентрация и внимание. Этот спорт очень хорошо влияет на мозг и на знания, и математика становится лучше, кстати. На соревнованиях оценивалось все – подача номера, костюмы и координация. Участники показали хорошие результаты подготовки – растяжку, пластику и умение работать в команде. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова